В начале совещания заместитель главы Вячеслав Овк привел тревожную статистику. В последние годы на территории края участились случаи так называемых ливневых паводков. Вызванный выпадением от двух до пяти месячных норм осадков за очень короткий промежуток времени и в результате очень сильных дождей, так 24-25 октября 2018 года, были подтоплены населенные пункты муниципальных образованиях Туапсинский район, Широнский район и города-курорта Сочи. Повреждены более двух тысяч домов, если быть более точным, 2300, в которых проживают более 5000 человек. Контролировать стихии невозможно, но надо сделать все для минимизации потерь и ликвидации последствий в самые короткие сроки. Руководитель управления гражданской обороны и защиты населения доложил, какие населенные пункты муниципалитета подвержены опасности подтопления и какие меры принимаются, чтобы избежать ЧАЭС. Это расчистка русел рек, постоянное отслеживание уровня воды, ежеквартальное уточнение списков граждан, особенно маломобильных, проживающих в зоне риска. Юрий Поляков акцентировал внимание на проблеме ливневой канализации, которая необходима городу. Существует проект, который до сих пор не был реализован. Глава НАПО поставил задачу изучить возможность его возобновления. Вторым вопросом повестки дня стало обеспечение пожарной безопасности. Сейчас время отопительного сезона и чаще всего причина возгораний – нарушение техники безопасности при использовании газового и печного оборудования. Тем важнее профилактическая работа, которая проводится на сходах граждан в сельских округах, на информационных стендах путем обходов. Людям надо объяснять, чем это может закончиться. Через две недели начнется активная подготовка к новогодним праздникам. Еще один момент. Обращаю внимание социального блока на выполнение всех требований пожарной безопасности в связи с подготовкой праздничных мероприятий, использование светительных, отопительных приборов, пиротехнических изделий. Необходимо усилить работу в части конкретизации графиков посещений неблагополучных семей. С привлечением главы администрации.